Привет! В эфире Интернет Дайджест. Поехали! Отечественная корпорация Сатурну выпустила календарь, на котором слово «точность» проиллюстрировано неправильным использованием штангенциркуля. Фотография разлетелась по соцсетям, и ситуацию пришлось комментировать даже Ростеху. Картинка со штангенциркулем – просто художественный образ, а сотрудники являются специалистами в своих профессиях. Тем, кто поддержал троллинг, компания пообещала подарить календарь, чтобы тренировать фантазию дальше. Нашумевший визуал – это октябрь в календаре от Сатурна. Календарь стал жертвой ошибки фотошопа. Не всегда синтез творчества и техники срабатывает во благо. Другое дело – традиционная кисть. В умелых руках полотно для росписи не имеет значения. Художественной мимичой прославилась за счет реалистичных рисунков на своих ногах. В числе ее работ нога в виде разрезанного помидора, кусочков лего и даже хлеба. После завершения праздников не все спешат расстаться с наеденными килограммами, а некоторые даже выбрасывают велотренажер, дабы избежать соблазна покрутить педали. Однако обитатели сети оценили видео, на котором народные спортсмены с Подмосковья, несмотря ни на что, приобщаются к спорту. Все наши ролики – это кадры, входящие в топ различных интернет-платформ. Это зимой на другом материке дома превратились в снежную нарнию. У нас в Ленинском районе не менее завораживающая картина. На подземной парковке начался локальный ледниковый период. Теперь, чтобы воспользоваться своей машиной, владельцам авто нужно пройти пространственно-временной континуум. Или дождаться оттепеля. Следующее видео прилетело из более теплой страны. Городские музыканты придают улочкам определенный шарм, особенно, когда за инструментом – такса в шляпе. Обитатели молодежной соцсети оценили хвостатого виртуоза. Совсем не до музыки мы тищенскому единорогу. Однорогий олень внезапно вышел в город. Возможно, он искал потерянный рог. Или отстал от упряжки Санта-Клауса. Это не единственный случай проявления интереса лесных жителей к городской среде. Хотя для жителей Камчатки рысь – почти домашнее животное. Как отмечает информационная служба Камчатка-Информ, рысь не опасна. Она не может причинить вред человеку, если он сам не будет с ней пытаться что-либо сделать. Популярная сеть «Вкусные.точка» заражает простотой своего нейминга. И вот уже в Син-магазин становится сидим и едим. Агрегатор доставки в места лишения свободы работает, как и обычный маркетплейс. Как известно, смотреть бесконечно можно на огонь, воду и как другие работают. Завершим наш выпуск кадрами с трудолюбивой выдрой, которая грациозно помогает сотрудникам привести акваторию в порядок. На этом все. С вами был Интернет Дайджес и Александра Тропникова. Пока-пока.